Я не понимаю, почему ты так... Мия, ложись! Да нет, спасибо, я постою. Здравствуйте, это Resident Evil 8. Погнали! Лучшая игра года. Нет. Давным-давно одна девочка пошла с мамой за ягодами для папы, который много работал. Хе-хе-хе-хе-хе. Ага, поверил. Ну и бредятина. Многие скажут, мне нравится графика, геймплей вообще супер, сюжет обалденный. Мне нравятся сиськи Леди Димитреско. Но у меня всегда только один вопрос. Почему такие тупорылые персонажи? Да, непонятно. Как и во многих современных играх, мы здесь можем выбирать. Либо удалить это говно сразу, либо попробовать поиграть. Ну ладно, давайте попробуем. Вау, какая же все-таки красивая, потрясающая графика в этом видосе с ютуба, потому что меня комп не потянет. А вообще сюжет начинается с самой настоящей семейной идиллии. Любимая жена, любимая дочь, любимый ужин. Что же может пойти не так, господи? Крис, братан, как дела? Прости. А зачем ты убил мою жену? Что? Что происходит? А ведь и вправду логичный вопрос. Что происходит, твою мать? Найс, объяснение. И так во всех сюжетах, и играх, и фильмах происходит какая-то необъяснимая херобора вообще абсолютно. Крис, братан, ты нам помогал в последнее время очень сильно. Ты можешь объяснить, хотя бы успокоить немножечко? Объясни, зачем ты убил жену и ребенка забираешь? Можешь ответить? Это то же самое, как я бы сидел дома, например, уроки делал. Нормально, никого не беспокоил. Сижу, делаю уроки, тут врывается класнуха с ноги, дверь вышибает. Берет ружье, кота моего сносит, собаку, еще кого-то там. Всех просто всю родню перешибило. Я говорю, бля, вы что делаете? Прости. Окей. А зачем вы это все сделали? Завтра контрольная в семь. И че? Зачем вы это сделали? Некогда объяснять. Ты сам скоро все узнаешь. Завтра в семь. Именно о таком тупизме я и собирался рассказать. Тут даже рассказывать нечего, тут все и так понятно. Но дальше, дальше только хуже. В седьмой части также не обошлись без этого идиотизма с тупорылыми диалогами персонажей. Это все западная, видимо, манера исполнения. Типа, we need to talk. Ну, нам надо поговорить, как они это любят. Говори. Нам надо поговорить. Ну так говори. Я хочу с тобой поговорить. Нет, нам не о чем с тобой разговаривать. Мы должны с тобой это обсудить. Нам нечего с тобой говорить. Мы должны это говорить. Ну так говори, что есть. Я так и знала, что тебе нечего сказать. Что это за место? Что они сделали с тобой, Мия? Не сейчас. Нам надо поговорить, Мия. Это не я. В смысле не ты? Ты что, ебанулась? Как в тот раз? Ладно, хотя бы просто скажи, что происходит? Я ничего от тебя не скрываю. Нам нужно вон в тот темный коридор. Зачем, спросишь ты меня? Я просто планирую сейчас там исчезнуть, а потом появиться в середине игры. Вот тогда и поговорим с тобой. Ладно, пускай спустим на тупняк. Она все-таки там вся под грибами была. Лисневыми. Но что же с Итаном происходит в восьмой части? Бронетранспортер, в котором перевозили Итана, перевернулся. С ним произошло что-то непонятное. Все мертвы, один Итан жив. Он выбирается, идет сквозь заросли и натыкается наконец на какую-то хижину, в которой уже происходит что-то неладное. Какие-то шорохи, звуки страшные, но это еще ладно. Потом он натыкается на размазанную лужу крови. Вот это уже звоночек. Чувак, ты только что пережил Бейкеров. Ты понимаешь, что это значит? После чего он видит разгромленную деревню, мертвых лошадей и разрушенные нахер дома, которых явно творится что-то неладное. И какой же интересно сделает вывод наш Итан? Может, они отошли? Ну, да, где-то здесь, наверное, за углом котят жрут. Угуляв по деревне, Итан наконец-то нашел какого-то старика, который тоже не хочет ему отвечать на его любимый вопрос, что здесь происходит. Что происходит? Бля, нам пизда, жена проснулась. И, наконец, Итан натыкается на реальных монстров, но все равно продолжает задаваться вопросом. Что это, блядь, было? Я знаю, Итан, тебя мучают вопросы, и сейчас уже это реально логично. Я думаю, тебе стоит подойти вон к той бабке с черепами наперевес. Она наверняка знает, где тут ближайший портал в ад. Мы вас с вами. Эээ, вы кто? А твое какое дело? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Знаешь, честно, мне кажется, эта бабка Антоним, к слову, безопасность. Но ничего страшного, с Итаном все, в принципе, неплохо. Он, наконец, находит живых, реальных людей. И теперь, теперь, когда он нашел живых людей, их стало больше, и они вместе дадут отпор гораздо лучше. Блядь, нет, они все сдохли. Я не знаю, как это работает. Но не все так плохо, как оказалось. У нас, оказывается, есть еще одна выжившая девушка. И теперь, в любом случае, мы с ней сможем... Сука. Почему все вокруг умирают? Блядь, логично. Может быть, для кого-то это любимая игра. Да, пожалуйста, все что угодно. Но вот так происходит. Так происходит, что персонажи выставляют идиотами иногда. Построение диалогов и прочее-прочее. Скандал на ровном месте. Не собираюсь это серьезно разбирать. Я не какой-то мега-обзорщик. Просто меня... Я не могу. Я смотрю на это, и меня это забавляет. Искать в этом какую-то логику. Я просто вижу, что это выглядит как-то неказисто. И эта тема изъезжена. Особенно в каких-то хоррор играх. Ну, там, например, также в боевиках еще что-то. Когда персонаж встречается с злодеем, наконец-то. И у него вроде ствол. Ему остается его пристрелить. Но он выкидывает ствол и говорит. Мы будем достойно биться раз на раз на кулаках. И они начинают пиздиться. И ты все равно как-то им даже переживаешь немного. И, кстати говоря, насчет Resident Evil. Примерно к четвертому боссу все-таки реально, как я и говорил, появляется Крис. И собирается рассказать ему правду. Ладно. Все-таки я должен был рассказать. Я понимаю, что это, ну, интрига зрителя. Зритель должен быть заинтригованным. Но зачастую выглядит это как-то очень так просто. Как будто бы, типа, я не скажу, потому что сценарное время еще не пришло. Вот. Именно об этом. И просто это было забавно. И я решил пошутить на эту тему. В принципе, надеюсь, вы не обиделись. Ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока. Удачи. Будьте здесь чаще.